Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Наземная операция ЦАХАЛ продолжает ликвидировать террористов в Газе. Раскол государственного лагеря Гедеон Саара решил уйти от Бениганца. На благо общества в Иерусалиме прошел вечер в честь волонтеров Кавказской общины. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по позициям Кизбалы в Ливане и по объектам Хамаса в секторе Газы. Военнослужащие развивают наступление на юге, действуя в Хан-Юнисе. В землю сутки с помощью авиации были ликвидированы несколько террористов, скрывавшихся в здании, а также вновь обнаружены склады оружия и боеприпасов. Помимо этого ЦАХАЛ уничтожил большое количество инфраструктуры боевиков, включая оперативные шахты и противотанковые стартовые позиции. Тем временем, впервые с начала войны Организация Объединенных Наций доставила на север сектора Газа гуманитарную помощь, пользуясь сухопутным маршрутом, проложенным ЦАХАЛом возле пограничного забора. На въезде в Иерусалим произошел ножевой теракт. Ранения разной степени тяжести получили два человека. Их госпитализировали в больнице Шары Цедек и Адаса Инкерем. Палестинского подростка, напавшего на израильтян, ликвидировали. К месту происшествия были стянуты крупные силы полиции. Прибыл генеральный инспектор Яков Шабтай. Отмечается, что израильские службы безопасности опасаются, что в связи с Рамаданом и продолжающейся войной в Газе беспорядки могут охватить всю территорию Иудеи и Самарии, а также район Иерусалима. Гидон Саар объявил о выходе из блока государственного лагеря и намерение воссоздать фракцию Тиква Хадаша Емин Мамлахти, которая будет отражать мнение избирателей с правоцентристскими взглядами. В ходе выступления на конференции в Тель-Авию министр объяснил свое требование тем, что голос и позиции его партии не представлены в военном кабинете, а он заинтересован влиять на принимаемые там решения. Отмечается, что в последние месяцы отношения между Гансом и Сааром ухудшились из-за разногласий по ряду политических вопросов. Израильское национальное водное агентство Мекарот предложило инновационный проект по созданию искусственных осадков в Азербайджане для решения проблем водоснабжения. Суть метода в обведении в облака кристаллов едида серебра, что приводит к утяжелению аэрозольных частиц и, как следствие, к дождю. Первоначальные инвестиции в проект могут быть значительными, но последующая его эксплуатация обойдется намного дешевле. По мнению экспертов, для правильного применения новой технологии необходимо установить радарные системы и рассчитать эффективные точки для распыления кристаллов. Напомню, что этот метод успешно применяется в Израиле с 1972 года. На севере Израиля произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщили в Институте геологии, отметив, что толчок был зафиксирован в районе Галилеи. Эпицентр находился в районе долины Хула на глубине 17 километров. Многие израильтяне сообщили о том, что почувствовали землетрясение от Метулы и Домодиина. При этом жители севера признались, что первоначально подумали, что это произошло от разрыва снаряда, выпущенного из Ливана. Напомню, что год назад в Израиле также фиксировали землетрясение магнитудой от 3 до 4,5. Они происходили на фоне мощных толчков, которые унесли тысячи жизней в Сирии и Турции. В Иерусалиме состоялся праздничный вечер в честь волонтеров местной горско-еврейской общины. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Рамбум Ханукаев – один из героев вечера. С товарищами он много ездил к солдатам, которые защищают сейчас суверенитет Израиля. Организовывал для них ужины с шашлыками по-кавказски. Все активисты общины принимали участие в сборе средств и вещей для детей и провели благотворительный концерт в гостинице, где проживали беженцы. Сестра Рамбома Лариса тоже получила грамоту за свою помощь в борьбе с террористами. Двое ее детей сейчас несут службу в армии обороны. Благодарна своему брату Рафику Ханукаев, который ведет сильнейшую общественную работу, вкладывает всю себя, душу и себя, волонтерство нашим солдатам. Героев праздника у себя в гостях принимала организация «Маром». Я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Это наша первая такая большая встреча, теплая. И я надеюсь, настолько, насколько мы сможем, мы сможем работать вместе на благо иерусалимских общин, потому что в Иерусалиме очень много общин. Стас Давыдов – оперный певец, но недавно ему пришлось сменить театр музыкальный на театр военных действий. Выпускника Иерусалимской академии музыки и танца имени Рубина после событий 7 октября призвали на резервистскую службу. Стас находился на фронте в Газе на протяжении четырех месяцев. До войны он успел принять участие в международном песенном конкурсе «Остарай Джоуро», где занял второе место. Музыкальное состязание провел Международный благотворительный фонд Стмэйги. Я воевал там с моими друзьями, и тоже я пел для моих друзей, чтобы отвлекать чуть-чуть от нашей тяжелой работы. Наконец-то я освободился. Меня пригласили в это мероприятие от Стмэйги в Иерусалимское мероприятие. Я очень рад, и я очень рад, что увидели, что здесь есть наши кавказские, такие хорошие культурные люди. Все волонтеры получили грамоты за подписью президента Международного благотворительного фонда Стмэйги Германа Захаряева. Мы хотим поблагодарить от нашей общины, Иерусалимской общины выходцев из Кавказа, всех организаций, которые помогли нам устроить сегодняшний важный вечер благодарности волонтерам. Мы благодарим организацию Стмэйги, благодарим организацию МАРОМ, организацию выходцев из России в Иерусалиме. Надеемся и молимся за всех наших солдат. Среди героев вечера оказались и члены Международной организации «Азербайджан-Израиль». Ее экс-президент Лев Спивак, Александр Аграновский и Шауль Симонтов. Последний еще и возглавляет культурный центр «Шулуми», деятельность которого направлена на развитие национальных традиций, языка, культурного и исторического наследия горских евреев. Работу обеих организаций поддерживает меценат Герман Захаряев. Сначала Стмэйги действительно очень помогал и веру им создавать. Потом мы окрепли, могли уже все делать сами, не обращаясь за помощью. И тем не менее, лого Стмэйги было всегда, потому что Азиз всегда будет благодарен Герману, просто за то, что мы существуем. Эти награды не только в честь работы членов общины в тылу, но и за их активную деятельность, которая способствует формированию гражданской позиции жителей Иерусалима. И последнее 17 марта в 18.30 в общинном центре горских евреев в Сокольниках состоится презентация новых учебно-методических пособий по языку джури Мардахая Нафталиева и Геника Исакова. В рамках мероприятия для гостей будет организована творческая программа, автограф-сессия и фуршет. Вход свободный. А 18 марта там же в 11.00 состоится первый семинар учителей и координаторов программы по изучению языка джури. Держите руку на пульсе еврейской жизни. Истории выдающихся музыкантов, дизайнеров, писателей и общественных деятелей, навсегда изменивших мир. Еврейский пульс на первом еврейском. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают первый еврейский. Если вам тоже нравится наше видео, присоединяйтесь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. И оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok